Всем привет! С вами Валерия! Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир! Недавно у нас в городе на витрине в творческом магазине я увидела оригинальную работу, а именно мухомор в горшочке. Мне очень нравятся подобные необычные изделия, поэтому я решила непременно повторить и, конечно же, поделюсь процессом изготовления с вами. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Кашпо, пенопласт, белая тонкая ткань, два вида белого кружева, для ПСК 1,5-2 см и для шляпки приблизительно около 1 см шириной. Кашпо, красный бархат, проволока, полиэтилен, нитка с иголкой, термопистолет, ручка, кисточка, спонж, гофрокартон, акриловые краски, акриловый лак, синтепон, ножницы, мох или зелень, а также можно использовать зеленую сизаль. Приступаем к работе! Для основы я буду использовать вот такой готовый горшочек кашпо. Этот горшочек остался от каких-то декоративных цветов. Внутри горшочков клин пенопласт. Здесь частично остался мох. Его убирать я не буду, так как мне он как раз подходит. Также вместо мха можно дополнительно добавить зеленую сизаль. Будет тоже очень интересно. Если у вас такого не найдется, то можно сделать кашпо своими руками. Как его сделать, ссылочку я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Внутри ножницами я проделала отверстие подходящего размера. Для ножки гриба из прочной проволоки я скрутила вот такую основу, которую буду оклеивать и обматывать полиэтиленом и тканью. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. В работе, которую я видела, ствол мухомора был прокрашен белой акриловой краской. Это делать не обязательно, но если покрасить, а затем полакировать, тем самым вы убережете белую ткань от загрязнений. Для верха гриба я использую красную бархатную ткань. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Также как и ножку, нижнюю часть гриба я буду окрашивать белой акриловой краской, а затем после высыхания краски нанесу акриловый лак. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Кашпо и белую часть гриба покрываем акриловым лаком. Добавил субтитры DimaTorzok Внутри кашпо можно приклеить мох, тут уже он частично приклеен, но я решила мох не доклеивать, так как он слишком темный и я хотела сделать что-то более светлое, насыщенное, яркое. Поэтому все светлые места я окрашу зеленой краской, а после высыхания приклею волокна и декоративную растительность. Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Работа готова! Теперь у меня на окошке будет обитать вот такой чудесный мухоморчик. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Приветствую всех моих подписчиков! Благодарю всех вас за то, что вы у меня есть! Благодарю за поддержку, за лайки, за теплые комментарии, мне очень приятно! Гости канала не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик! Мастерите, создавайте свои чудесные работы, ведь не получается у того, кто не пробует! Всем вам искренне желаю творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного! До новых встреч!